Ну, первое, я думаю, что процесс запустила не только счетная палата. Счетная палата действительно провела большой анализ, сделала системный такой подход. Это мой коллега, предыдущий аудитор, Расляк Юрий Витальевич, я должна несколько добрых слов сказать о нем. Почему? Потому что это очень огромная, большая системная работа. Конечно, это работа парламента. Это здесь за столом все основные министерства и ведомства, которые в этом принимали участие, и Ленинградская область. Мы считаем, что это мероприятие, оно такое масштабное мероприятие, оно ни одного дня и ни одного года. Вы цифры показали, 5,3 триллиона, 71 тысяча объектов. Вы абсолютно правильно сказали, что есть текущие объекты, но это впервые был сделан такой анализ. Алексей Леонидович Кудрин встретился с председателем правительства Медведевым Дмитрием Анатольевичем. Этот анализ доложил. Мы имеем уже поручение премьера, порученному Тко и Силуанову, двум вице-премьерам, провести серьезное совещание. Помимо этого, даны поручения Министерству экономического развития, которое займется этим вопросом, потому что у нас нет даже нормативного понятия, что такое незавершенное строительство. Помимо этого, мы это обсудили на трехсторонней комиссии, которая сейчас заседала перед принятием бюджета, на совещании в Крыму вместе с Козаком Дмитрием Анатольевичем и вот здесь коллеги из Думы и Совета Федерации в профильных комитетах. Конечно, большую помощь нам оказало казначейство, и хотелось бы это сказать, почему в части выверки, актуализации данных по незавершенному строительству. Подробный отчет у нас на сайте счетной палаты, коллеги могут ознакомиться, если кому-то нужно, мы на всякий случай взяли с собой, можем журналистам этот отчет отдать. Основные моменты, на которых хотелось все-таки остановиться. Несмотря на принимаемые меры, существенное улучшение ситуации, связанное с сокращением объема количества объектов незавершенного строительства, в том числе социально значимых, не происходит, несмотря на поручения руководителей нашей страны. Органы исполнительной власти на федеральном, нерегиональном уровне практически нет системной работы, чтобы она была направлена на решение задать сокращение объема незавершенного строительства. И долгим образом она не организована. Общие цифры и структуру объектов и объемов незавершенного строительства, еще раз повторю, видели на слайде. Олег Ракитов наглядно об этом сказал, объяснил эти цифры. Они складываются из вложений в планово строящиеся объекты. Вот там на презентации можно тоже это увидеть. И проблемные объекты. Общая доля проблемных объектов в общем объеме вложений составляет 28%, а в общем количестве – 13%. Именно на проблемной незавершенке хотелось бы сфокусировать свое внимание. Брошенные объекты – это безрезультативно потраченные бюджетные средства, риски потерь для бюджетов, бюджетной системы, по причине совокупного физического и морального износа таких объектов. Кроме прямых потерь, необходимо учитывать невозможность использования тех же земельных участков под такими объектами, которые зачастую являются единственным оптимальным местом для размещения социально значимых. Долгострой – это также в настоящий момент времени безрезультативно, еще раз повторю, потраченные бюджетные деньги. По таким объектам существуют риски их перехода в категорию брошенных. Перенос сроков ввода объектов в эксплуатацию, а по сути затягивание сроков строительства, ведет за собой удорожание стоимости строительства, в том числе и по причине морального устаревания технологических решений и отражает уровень профессиональной компетенции и культуры планирования. В Долгострой, например, числится 71 объект с объемом 7,5 миллиарда рублей, строительство которых идет больше 20 лет. Брошенные объекты Долгострой существенно ухудшают городскую среду, создают неудобства для жителей. В частности, мы знаем, что многие регионы бы на этих территориях построили бы хорошие социальные объекты, и их по регионам где-то 15 тысяч всяких объектов, а так как это Долгострой, то практически здесь ничего невозможно сделать. Поэтому мы и взяли эту тему, чтобы действительно двинуть это строительство. Помимо этого, объем объектов социального назначения, я хочу назвать вам цифру, 500 миллиардов. Из них 835 – это брошенные объекты, 570 – это Долгострой. Я вот уже сказала о культуре бюджетного планирования, о том, что планово строящиеся объекты Долгострой могут плавно переходить в разряд брошенных. Конечно, это никак нельзя допустить, и почему мы взялись за эту тему, мы до конференции обсуждали это и с Министерством экономического развития, и Казначейства, и парламенты, и регионы. Что мы предлагаем? Первое, можно много говорить. Что мы предлагаем? Первое, что Министерство экономического развития, так как они осуществляют инвестиционную деятельность в плане государственных инвестиций, при этом конкретные полномочия в части незавершенного строительства, как одной из составляющих государственных инвестиционной политики, не установлены. Отдельные федеральные органы исполнительной власти самостоятельно прорабатывают вопрос присвоения уникального идентификатора. То есть каждый объект должен иметь номер, и это реально сделать сегодня с цифровизацией, с тем, что все министерства и ведомства подведы тоже имеют незавершенное строительство. Правительству, конечно, надо будет определить единый порядок присвоения этого номера, и надеюсь, что такая работа будет проведена. Дальше мы предлагаем создать государственный информационный ресурс. Мы, в частности, в счетной палате, сейчас это уже у нас на сайтах, и мы, если все так, как мы планируем, в декабре будем иметь уже платформу, и весь анализ вы можете заходить, и каждый регион, каждая территория. Правильно мы понимаем, что в декабре уже? Да, да, можете уже ознакомиться с этим, хотя часть уже работы мы провели. Помимо этого, конечно, вот коллеги сейчас говорили, когда мы там общались перед началом конференции, абсолютно правильно, но это парламент, и депутаты это тоже понимают. Порядок формирования ФАИП, который допускает включение новых объектов при наличии аналогичных незавершенных, не обеспеченных финансированием в очередном финансовом году, но ранее финансированных через ФАИП. Поэтому указанная практика свидетельствует о недостатках бюджетного планирования, и здесь, конечно, риски есть. Конечно, то, что касается объектов регионального значения. Мы сделали анализ по всем регионам, провели селекторное совещание у себя в Счетной палате. В ближайшее время будет большое совещание вместе с вице-премьером Мутко, в котором примет участие, и Кудрин Алексей Леонидович. Конечно, мы будем обращать серьезное внимание всех регионов, и весь анализ они от нас получат. Помимо этого, конечно, мы хотим, чтобы простимулировать федеральные и региональные органы власти на результативную работу в этом вопросе, и, конечно, здесь можно использовать и дотации. Пожалуйста, давайте по результатам работы, кто плохо работает по незавершенке, можно будет смотреть расчет показателей оценки деятельности органов власти. Здесь тоже можно будет посмотреть. Но в целом, самое главное, что мы достигли этим проектом, что мы сделали анализ и общую картину. И здесь вот казначейство, Станислав Евгеньевич, тоже об этом скажет, сыграло свою тоже большую определенную роль. А самое главное, что наведя порядок в незавершенке, мы поможем реализации национальным проектам. Потому что по очень многим регионам это и социальные объекты. Цифру я назвала 15 тысяч, понимаете, да? За этим люди. Может быть, люди бы хотели здесь те объекты, которые им нужны. И мы же иногда, чем же греха таить-то, строим быстренько жилье, но ни школ, ни больниц, ни нормальной инфраструктуры, этого ничего нет. И, конечно, соединение с программой «Городская среда», которая сегодня требует тоже такого как бы системного большого подхода, она очень воспринимается хорошо в регионах. И я глубоко уверена, что здесь и люди, и гражданское общество может принимать активное участие, когда идет планирование, где, какая школа, что, почему этот объект должен быть законсервирован. Но в целом, я считаю, что это будет проведена очень хорошая, системная, серьезная работа. Спасибо. Саня Юрьевна, все-таки Вы обладаете колоссальным опытом как государственный деятель и изгнательные органы власти и губернаторство. Вот в чем Вы видите основные причины возникновения объектов незавершенного строительства? И тем более уже с учетом той проверки, которая прошла. Ну, их несколько причин. Во-первых, многие объекты строились без нормальной проектно-осметной документации. И потом эта проектно-осметная документация, как всегда, по ходу переделывалась, планировалась. Привязка, понятие логистики такой, да? Когда ты сталкиваешься, что детский сад строится в не том месте, где он нужен людям, понимаете, да? Дальше, значит, доступность. Это же сразу не просто так. Нужно смотреть, какой автобус туда пойдет, какая маршрутка, как людям это будет комфортно, понимаете, да? Точная застройка очень многое повлияло на эти все вопросы. И потом объекты же не только социальные, объекты и министерств и ведомств, которые строились и 10, и 15 лет, и их надо завершать. Либо завершаете вы их, либо тогда на этом месте, как коллеги подсказывают, у нас большая страна, вроде бы много земли, но когда ты начинаешь строить, не всегда хорошая земля отдается даже под школы, социальные объекты, понимаете? Эти все вопросы, конечно, помогут как бы разрешить эту проблему. И анализ, система. Вот раньше, к примеру, такой системы не было, да, что ты по всей стране увидишь все объекты. Даже вот мы проводили селекторное со счетными палатами, даже уже можно было видеть, как в каких регионах, какая картина и каким образом как бы есть система информации. А сегодня мир настолько продвигается, тот, кто владеет информацией, тот владеет очень многими вопросами, да. Поэтому статистические данные, данные Росстата, то, о чем говорит всегда Алексей Леонидович, очень важно. А так как мы еще являемся председателем в Интасае, три года счетная палата Российской Федерации, да, то, конечно, нам очень важно по многим вопросам и самим-то навести порядок.